Я особо не верю в Орбана, но человек заряженный Путиным. Ну, о чем мы говорим? Он может маневрировать туда-сюда, но он заряжен им навсегда. Посмотрим. А смотри, есть момент. Я тебе вот скажу. Мы сейчас с Матвеем Гонопольским это как раз у него в эфире обсуждали. Вот если идти в системе координат, в которой мы двигаемся, мы понимаем, что да, Орбан марионетка в правах Путина глобально. Но если верить тем инсайдерам, да и заявлениям самого Путина, которые говорят о том, что для Путина красная тряпка Украина в НАТО, но в принципе Украина в Евросоюзе, ну как бы так. Да, нет. То есть не имеет такого решительного значения. То учитывая это, может быть, если Орбана Евросоюз поманит деньгами, а он, понятно, что абсолютно меркантильный человек, может быть, со стороны Путина не будет прилетать по нему такого противодействия. И даже Словакия сегодня заявила, что она тоже не будет препятствовать, что она за то, чтобы Украина начала переговоры, обступления. Ну, смотри, во-первых, переговоры это еще не вступление. То есть тут есть пути для маневров. Посмотрим. Я очень хотел бы, конечно, чтобы все прошло гладко, но я вернусь. То есть наша дипломатия делает очень такие весомые, серьезные шаги сейчас. То, что съездили, видишь, перед Зеленским съездил же Умеров, Ермак съездили, провели очень важные переговоры, когда следствием их стало решение о совместном производстве оружия США и Украины. Это блеск. Вообще блеск. Вот. И теперь Зеленский в США. Я, конечно, очень надеюсь на этот визит. И ждем, ждем сообщений. Очень важно, что будет на встрече с Байденом. У Байдена сложное положение. Смотри, его рейтинг опустился до 35%. И такого низкого рейтинга никогда не было еще. И, конечно, сейчас хотел сказать, я бы на месте Байдена. Ну, кто я такой, чтобы говорить, я бы на месте Байдена. Ну, я бы на месте Байдена, не зная многого из того, что знает он, естественно, я бы попытался сейчас четко поддержать Украину, дать все, что можно, чтобы Украина сделала прорыв. И, ну, если Байден покажет яйца Путину в этом плане, весь мир это оценит, и американцы оценят внутри США. Ну, посмотрим. Давай смотреть. Ты видишь, как сошлись там хотелки. Демократы хотят помочь. 61 миллиард на кону помощи Украине и Израилю. А республиканцы говорят, ну, мы проголосуем. Но вы, значит, строите забор на границе с Мексикой. То есть откажитесь от того, что легло в вашу предвыборную программу и почему, собственно говоря, вас американцы и выбрали. То есть разрушите все то, на чем вы стоите. То есть у Байдена нет хорошего выхода, понимаешь? Шантаж. Чистый шантаж. Шантаж, да. Вот, кстати, ты сказал по поводу того, что это сигнал Путину. Конечно, да. Вот и сегодня министр обороны США Ллойд Остин сказал, Америка будет безопаснее, если мы дадим понять Путину, что не агрессором решать, какая страна будет жить, а какая должна умереть. Вот я еще раз вспомню интервью, которое мне недавно Гарри Каспаров давал. И он говорит о том, что он считает идеальным вариант, если Джо Байден скажет, друзья, вот там я уже не буду, не хочу, не могу, достойно все сделал, что мог. А вот есть такая кандидатура, как министр обороны Ллойд Остин, и я бы голосовал за него, и от демократов пошел бы на выборы именно... Его многие хвалят, именно по отношению к Украине он и Блинкин ведут себя идеально. В отличие от Салливана, да, и там еще есть люди, которые как-то... Есть моменты. Хорошо, Дима, ну давай так просто по ощущениям. Твое ощущение. Проголосуют они Украине помощь? Или же вот мы с тобой вспоминали на прошлом эфире, что ведь еще есть, остается запасной вариант Ленд-Лиза. То есть, друзья, вот мы понимаем... А Ленд-Лиз все, Олеся. Вот, вот что я хочу сказать. Мы понимаем, что вот то, что сегодня на протяжении всей этой широкомасштабной агрессии со стороны России, все, что США нам дают, это составляющая бесплатных программ разных американских по помощи Украине в ее борьбе с Россией, то есть с агрессией российской. Что такое Ленд-Лиз? Ленд-Лиз был проголосован в мае, да, 9 мая его проголосовали, 22-го года. Это был исторический, мы помним, шаг. То есть это показало... Ну, во-первых, это символ, это как во время Второй мировой войны, когда переломили ход войны в пользу Советского Союза, когда США включились полным ходом, приняли программу Ленд-Лиза и стали помогать всем абсолютно, вот от оружия до еды просто. Так вот, Ленд-Лиз, друзья, это как раз помощь, но не бесплатная. Это либо, когда США дают нам в аренду технику, и то, что сохранится, мы им просто потом отдаем. Но мы же понимаем, что многое уничтожается, так или иначе. Либо же они дают это в долг, то есть в рассрочку, по сути. Рассрочка может становиться десятки лет, потому что, чтобы вы понимали, есть часть долга, которую до сих пор там Россия еще не выплатила по тому Ленд-Лизу, как правоприемница Советского Союза, не выплатила, по-моему, Британии и США, не знаю, рассчиталась или нет, а Великобритании что-то они еще тоже должны. Так вот, в принципе, для нас, для Украины, конечно же, хорошо, когда работают бесплатные программы, а Ленд-Лиз остается запасным вариантом и, опять же, сигналом России, что США готовы в любом виде за нас бороться и помогать нам победить. Но, когда BBC вот буквально на днях сделала статью, они проанализировали, нет, это чуть раньше даже было, они проанализировали и посчитали, что действие этого закона о Ленд-Лизе закончилось 3 октября этого года. То есть, по сути, у нас закрылось окно возможностей Ленд-Лиза. Да, там остаются варианты, каким образом можно пройти, внести куда-то поправку, как-то проголосовать, если уж совсем будет тяжело, чтобы запустить этот процесс. Так вот, Дима, как ты считаешь, это я, извините, друзья, так долго подвожу, ну, чтобы для вас, да, обрисовать ситуацию, как ты считаешь? Ну, я не верю, что США в итоге оставят Украину, потому что, ну, они, на самом деле, они ведь себе в ногу выстрелят. В обе ноги. Олесь, я считаю, что, ты знаешь, я сейчас буду говорить не с позиции логики, нет, я буду говорить не с позиции того, как все идет, а с позиции интуиции, с позиции логики и с позиции надежды. Я считаю, что Украина все получит, и даже больше. Я считаю, что Россия не устоит. Сейчас может показаться, что у Путина хороши дела. Ну, вот, мне говорят, смотри, у него же там и нефть бабки дает, 600 миллиардов взял, смотри, долларов, на продаже энергоносителей он. И заводы работают в три смены в ИПК, которые там клепают эту технику военную. И набирают они это мясо все время, у них там, грубо говоря, 15 тысяч погибает или выходит из строя в месяц, они 20 берут каждый месяц, то есть они все равно наращивают, наращивают. И экономика вроде на плаву, и курс удержали вроде, и там то, и то, и то. Я говорю, нет, нет, им все равно жопа. Вот, хоть ты меня убей, я еще раз говорю, России жопа. Спроси меня, почему? Я тебе скажу, потому что я так чувствую. Потому что есть объективные причины, есть субъективные причины, есть карма. Вот, вот я так чувствую. Смотри, перед тобой сидит человек, ты не дашь соврать, который сказал в 2004 году, что Ющенко победит Януковича, и мне все говорили, ты ту-ту. Я сказал в 2018 году, что Порошенко не станет больше президентом. Помнишь это? Я выиграл деньги на том, что сказал, что президентом станет Зеленский. Я это сказал осенью 2018 года. Вот, а, я еще сказал, да. Я про Януковича еще не знаю. Я про Януковича еще сказал, да. Это может подтвердить целое большое количество людей, включая, кстати, Порошенко, которые стояли тогда с нами на Майдане, ты помнишь, да? Вот, Виталий Кличко, Петр Алексеевич, Арсений Петрович Яценюк и так далее. Я был твердо уверен в том, что Янукович в 2014 году не устоит. И он не устоял. Почти я был уверен. Вот смотри. Если исходить из логики, если исходить из знания событий, да не было никаких шансов, что Януковича могли свалить. Да шансов таких не было. Ты, кстати, об этом начал говорить тогда, вот в самом начале, когда, в принципе, система, выстроенная им тогда, зацементированная. Работала как часы. Работала как часы и вообще ничто не предвещало. И я тебе говорила, да как, Дима, ну а какие предпосылки? Я говорю, нет, я с тобой спорила, да. Да, да, ты со мной, все со мной спорили. Вспомни наш спор под трибуной с будущими лидерами. Было уже чуть позже, тогда уже как бы так ситуация. А ты об этом начал говорить еще в самом начале. Ты помнишь, что я говорил будущим лидерам государства? Я говорю, валите его, он падает. Они говорят, ты что, какое падает? Имел в виду физически, давай сразу. Да, я не имел, не, 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 я ж нормальный человек. Я имел в виду власть. Да, да, с должен. Он уже все, они на меня смотрят как на дурака, говорят, какое все. Вот сейчас я тебе еще раз скажу, Россия не устоит, Путин не устоит. Им тренда, по-любому. Но вот по-любому, нет шансов, все. Все остальное, это, ой, спрашиваю, чемпионата мира по футболу тоже не будет, и мост очередной бред. Ребята, значит, я сказал, что северного потока не будет. Где он? Ну, я же сказал, северного потока не будет. А его уже достроили, и мне говорили, да, прогноз не сбылся. Ну, где северный поток? Я сказал, что крымского моста не будет, но его не будет. Что ты загибаешь? Я загибаю, что сбывается. Что ты там загибаешь пальцы? Вот, и я сказал, что чемпионата мира по футболу в России не будет. А что, спрашиваю я, он был. Так можно полпальца загнуть. Но, в принципе, друзья, именно после этого чемпионата мир увидел... Нет, открыл глаза, пришлось открыть глаза на то, какие масштабы русской коррупции, как этот чемпионат... Да, мир это до жопы, Олеся. Да, после этого, Дима, извини, после этого пошли все допинговые скандалы. Российских спортсменов массово стали удалять, потому что все же просто через одно место, через допинг, через бабки. Смотри, когда я говорил, что чемпионата мира по футболу не будет, я признаю, я ошибся, он состоялся. Но я исходил из ощущений своих, из логики, из того, что пошли серьезные дебаты, чтобы забрать у России чемпионат мира. Я недооценил этих проституток на Западе, которые за бабки поступали с принципами и делали, что хотят русские. Понимаешь? Я не оценил этой коррумпированности Запада русскими. Вот чего я не оценил. Надо было, надо было оценить. Признаю, промах. Но на фоне стольких плюсов, один минус, очень даже мило смотрится. По поводу России. Ты уже начал говорить, что там у Путина не очень дела. Не успокаиваются никак русские. Очень сильно хочется им внутри Украины что-то устроить политически. Не успокаивается. Помнишь же песню знаменитую? Русские, русские, беспокойные сердца. У них беспокойные сердца. Они все время думают, шок такого замутить. У них нет сердца. У этих русских... Молодец. У них сердца нет. Молодец. Это хорошо. По крайней мере, вот у тех, о ком я сейчас скажу. Пытаются и даже особо не скрывают, что переворот хотят сделать в Украине. В Госдуме заявление сделали, что очень возможна смена власти весной 24-го года. Так, это заявил кто-то там из их функционеров. Сейчас скажу, кто. Первый зампред Комитета по обороне Журавлев. Опять пытаются они раздуть противостояние Залужного и Зеленского, что типа там какое-то, какое-то недовольство какое-то есть, которое выльется типа в смену власти весной. Дальше. В этом же абсолютно ключе заявление Нарышкина вчера. Нарышкин, я напомню... Отрышкин. Директор службы внешней разведки российской. Отрышка Нарышкина. Сказал, что страны Запада обсуждают возможность отстранения Зеленского. Нарышка Отрышкина. Читаю как анекдот. Вот с поста президента Украины рассматривают ряд кандидатов на его замену, которые бы могли обеспечить реализацию сценария заморозки украинского конфликта. Ну, понятно, это Нарышкин говорит. И что он сказал? Он даже подобрал кандидатов на замену. Что могут заменить Зеленского? Ермак, Залужный, Арестович, Буданов и другие. Нарышкин мог бы весь 33-х минимум или 40-ка миллионных... Нарышкин, я напомню, это безвольная курица, который стал заикаться от одного взгляда Путина на историческом заседании Совета Безопасности России, когда он что-то лепетать стал, Нарышкин, и Путин на него так посмотрел, и Нарышкин стал вообще заикаться. А, бацан. Ну, не то слово. Поэтому он заявляет, Нарышкин заявляет, он уже кандидатов знает. Слушай, его шеф Владимирович, он трижды поздравлял Януковича в 2004 году с президентством. Разведчик сраный. Он раскручивал в качестве будущего президента Украины Медведчука. Это надо быть полным идиотом, деградантом, чтобы всерьез думать, что украинский народ способен проголосовать за Медведчука. За эту отвратную рожу. Ну, за такие лица не голосуют. Вообще, это не... Impossible. Видишь, я знаю слово на английском языке. Impossible. Невозможно голосовать за такие лица. То есть, ты знаешь, мне сейчас за Януковича же голосовали. Ну, в Януковича хоть что-то было. Он еще так похабненько улыбался. За ним интересно было наблюдать хоть. А этот вообще, ну, сплошная крыса. Ну, сплошное отрицание. Отрицательное вообще не обаяние, ничего. Ну, отвратный мертвяк. То есть, человек без признаков жизни. Посмотри на него внимательно. А Путин серьезно на него ставил. Поэтому они... Они идиоты. И Путин идиот. И Нарышкин идиот. И вот эти два... Ты мне про Журавлева сказала. Я иногда вижу отрывки, как он выступает из Госдумы, зам какого-то комитета или председатель комитета, хрен их знает. Выступает у Скобейхи и у Соловьева. Вот там есть Журавлев этот. И еще там есть Гурулев. Салдафон. Генерал-полковник. У меня пьяницы, я поняла, да. Не, они все пьяницы. Ты что, там трезвых нет. Там и по трезвянке выступать нельзя. То, что они несут... Ну, вот Гурулев сейчас рассказал, что надо... У нас тут, говорит, релейные шкафы взрывают по заданию украинцев. Он, правда, вместо слова украинцев другое слово произнес. Они уже не стесняются ничего. Вот. Так надо тех, кто взрывает шкафы, кто вредит нам изнутри. Их надо просто расстреливать, говорит. Расстреливать надо. И с этим согласился и Соловьев. И кинорежиссер... Соловьев, я видела, кричал, что нужно вешать и потом сжигать и прах развеивать. И с этим согласился еще кинорежиссер Шахназаров. Тоже гуманист долбанный. Слышишь, несущий в мир прекрасное, доброе, вечное. Кинорежиссер Шахназаров, сын того самого Шахназарова, который много лет был помощником Горбачева. Кстати, интересный человек был. Георгий Шахназаров. Вот этот сын, Карен Шахназаров, кинорежиссер. Они расстреливать уже хотят. Они хотят вешать, сжигать, расстреливать. Это же умалишенные. Ну так вот, там есть два депутата, Журавлев и Гурулев. Вот присмотритесь, друзья, к Журавлеву и Гурулеву. Два типичных русских дегенерата. Вы рожденцы, типичные. Послушайте, как они говорят. Речь их послушайте. Ну, такое впечатление, что, во-первых, они с одной извилиной, а во-вторых, что они не просыхают. И когда одна извилина соединяется с Бухаловым постоянным, то это дает потрясающий результат, особенно у Гурулева, конечно. Это вояка. Слышишь, он зампредседателя комитета по обороне Госдумы. Ну, какая страна? Такие и депутаты, и ведущие, и кинорежиссеры. Уродливая страна, уродливые символы. Что тут скажешь? Расскажу про них. Поэтому это очень смешно, то, что они говорят, учитывая, что говорил Путин, и все остальное. Я уже рассказал это. Продолжение следует...